ПОДПИШИСЬ! Октябрьская площадь столицы сразу после полуночи превратилась в большую концертную площадку. На сцене любимые артисты разных поколений. Репертуар только шлягеры. Кто-то подпевал в такт любимым песням, другие фотографировались у ёлки и жгли бенгальские свечи. На площади много иностранцев и, конечно, россиян. Беларусь у них один из самых популярных маршрутов в праздничные дни. Концертные программы по всему городу. В Лошадском парке, Учижовка-арены, Комаровского рынка, Национальной библиотеке. Всего около 20 площадок. Ближе к половине второго ночи эпицентром гуляни стала площадка у Дворца спорта. Именно здесь лучше всего был виден фейерверк. Дополнительные установки на обновленной набережной. По пиротехническому накалу, да, около 4 тонн. Очень много одиночных выстрелов, очень много высотных изделий, римских свечей, батареи салютов. То есть ассортимент огромный. И практически вся палитра пиротехнического искусства здесь. Посмотреть на огненное шоу, а в программе еще лазеры и музыкальное сопровождение, пришел едва ли не весь город. 15 минут света и огня. Один из самых масштабных новогодних фейерверков. Ни погода не подвела. Небо над Минском ясное. С последними залпами начались танцы вокруг елки. По недавно опубликованному рейтингу, это новогоднее дерево входит в десятку самых красивых в Европе. Сказочную ночь под ним загадали не одно желание. Суперка! Лучше, 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 лучше. И лучше, чем было. То же самое надеемся на лучшее. На свадьбу не буду рассчитывать пока. Успехов, мира, добра всем! Счастью, чтобы успешный был год! Не протолкнуться было и на основных городских магистралях. А кое-где даже образовывались заторы. Трафик достаточно интенсивный, который характерен для дневного движения в обычный рабочий день. К утру те, у кого оставались силы, отправились в клубы. Любимые танцевальные мелодии ночи в стиле ретро. Добраться домой можно было без проблем. Общественный транспорт ходил всю ночь. Алексей Кряквин, Николай Певец, Александр Коваленко. Наши новости ОНТ.